Здравствуйте, товарищи! У нас, в соответствии с нашей программой, очередной доклад по проблемам коллективных договоров. Пожалуйста, своими фамилиями отчества. Я Белый Владислав Александрович, соответственно, второй курс магистратуры конфликтологии политической. И тема эта, безусловно, для нас важна. Соответственно, хотелось бы рассмотреть договор прошлый, коллективный договор первого контейнерного терминала и новый. Но, как мы уже говорили, новый – это не обязательно значит то, что он будет лучше. И, собственно говоря, уже в самом начале этого договора видны определенные минусы, особенно если сравнивать с предыдущим. В первую очередь, это то, что в глаза бросается сразу пункт о том, что изменения и дополнения в коллективный договор в период его действия вносятся по обоюдному согласию сторон в порядке, предусмотренным трудовым кодексом и или настоящим коллективным договором и оформляются в виде приложений к коллективному договору. Что примечательно, раньше была примерно такая же формулировка, но в ней было важное дополнение о том, что хуже положение рабочих и хуже условия их труда делать нельзя. Теперь этой ремарки, можно так сказать, нет. И мне кажется, это очень важно. В принципе, если опять-таки говорить о предыдущем договоре, то сыграл тот пункт то, что он был заключен всего на несколько лет, но эти несколько лет прошли, и условия в некоторых моментах стали хуже. Ну, например, даже если говорить о самом тексте договора, то если раньше в предыдущем было написано то, что коллективным договором обеспечиваются всем работники, то в новом написано прямым текстом то, что текст коллективного договора со дня подписания подлежит размножению в количестве двух сотен экземпляров и передается представителям работников, а не каждому работнику, как это было раньше. Собственно говоря, безусловно, остается плюс то, что расходы на размножение берет на себя организация, но такой минус в том, что не все работники, которые захотят, могут получить бумажный вариант, мне кажется, имеет место быть. Интересный момент по поводу повышения квалификации работников. То есть, если в прошлом договоре была формулировка о том, что работники вправе повышать собственную квалификацию и посещать определенные типы курсов, которые будут полностью или частично оплачиваться, могут, а могут и не могут, то в новом договоре есть формулировка о том, что работники обязуются не только выполнять условия заключенных с ними трудовых договоров, но и обязуются повышать свою квалификацию и обеспечивать взаимозаменяемость на рабочих местах. То есть, в прошлом договоре этого не было. Ну, хотя то, что обучение работников будет проводиться за счет организации и за счет ее средств, это осталось. При этом, тут такой момент, то, что раньше смета полностью утверждалась правкомом, а теперь такая формировка. Необходимо для производства обучения работников на повышение квалификации и или освоение смежных профессий производить за счет средств организации. Подробно не расписано, поскольку раньше было написано, что смета должна утверждаться правкомом. Такой же момент остался негативный, если сравнивать с прошлым договором. Мне кажется, что все-таки это важно. То, что рассмотрение вопроса о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с добросовестных работников возможно до истечения одного года, но не ранее, чем через 6 месяцев со дня наложения взыскания по ходатайству. Ну, вероятно, этот срок слишком велик, не совсем уверен насчет конкретных условий данной организации, но мне кажется, что этот срок мог бы быть и снижен. Если рассматривать дисциплинарные взыскания и вообще условия труда, то там, безусловно, является плюсом то, что условия подробно расписаны, но есть и определенные минусы. В частности, при выполнении работы в зимнее время на открытом воздухе и в неотапливаемом помещении применяются повышающие коэффициенты к стимулирующим выплатам докеров-механизаторов, и там идут в порядке месяца декабрь, январь, февраль и март. Ноября почему-то нет, хотя вот сейчас у нас только конец октября, и на улице уже минусовая температура. Мне кажется, что это в какой-то мере даже несправедливо и неправильно. Еще такой момент, как мне кажется, негативный. Он, с одной стороны, позитивный, но могло быть и лучше. Например, в случае плохого самочувствия работнику, одному из докеров или из служащих рабочих порта, который выполняет тяжелую работу, предоставляется по заявлению 3 дня неоплачиваемого отпуска в течение календарного года без предъявления медицинских документов, которые удостоверяли бы факт заболевания. В таком случае работник должен не позднее 1 часа с начала смены поставить в известность начальника о случае своего заболевания. При этом начальник обязан это зафиксировать в журнале, но мне кажется, что 3 дня из всех рабочих дней в году это довольно мало, как вы думаете? Мне кажется, по идее должно быть больше. То есть, в случае, когда, причем того, что тяжелый действительно труд, я не знаю, что, может быть, спина заболела, плохое самочувствие, отравление, что угодно, и 3 дня в году – это поразительно мало. Даже если ничего не поднимаешь, и то бывает такие моменты, тогда, как говорится, не идет дело. Еще такой неоднозначный пункт в том, что должно выдаваться на работах с вредными условиями труда. В частности, в пункте 3.350 написано «Выдавайте на работах с вредными условиями труда бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты». Что значит «равноценные пищевые продукты» по отношению к молоку? То есть, возможно, здесь было бы как-то это подробнее расписать тем более. Это в новом, так написано? Ну, там было пиктивно содержащие числа, имеется в виду, что есть такие вредные… Ну, предиактивные, да. Да, конечно. Ну, в принципе, молоко, от которых не спасешься. Было бы неплохо все равно написать, сколько молока. Тогда придется это привозить, придется это делать, а так вроде есть и есть. Ну, то есть, да, непонятно. Легче выполнить работодателю этот пункт. Потом еще такой интересный пункт об освобождении работников старше 50 лет по их личному заявлению от работы в ночную смену при наличии возможности. То есть, довольно странно, что только наличие возможности всегда может сослаться на то, что возможности нет. Вероятно, здесь стоит как-то более подробно расписать эти пункты. Может быть, какие-то там причины. Ну, мне кажется, что это определенная недоработка. Чья? Непосредственно работников правкома. Вы же не видели, что они предлагали. Вы же имеете дело с результатом. Ну, наверняка, последнее не то было. А что такое в результате? В результате засыпает то, что было в процессе. То есть, люди предлагали, что это на таких-то условиях. И что в любом случае нет, при наличии возможности. Кто на этом настоял? Администрация. Вероятно, что это было бы все-таки. А раз при наличии возможности, ну, она всегда может сказать, что нет возможности, и все. И отговорилась. То есть, тем самым, можно сказать, хороший пункт, он превратился в пустырь пункт. Ну, да. Просто потому, что на львы можно всегда сослаться, что возможности нет. То есть, на самом деле, конечно, интересно было бы посмотреть проекты. Что предлагалось? И что на выходе? А предлагалось, как вы думаете, хуже, чем в том проекте, который был раньше? Я думаю, лучше. Лучше. Предлагалось лучше, чем в том проекте. Мы даже, я уже не просто думаем, а я просто знаю точно, потому что сама методика подготовки переговоров по коллективному договору такова, что если вы чувствуете, надвигается время заключения нового коллективного договора. Когда оно надвигается? Вот сейчас оно надвигается. То есть, если только что заключили, то значит, надо начать делать договор, который был год. Сейчас вы уже видите, что он этого потерян, а этого утраченный. Сейчас надо делать хороший проект коррективного договора. Не за полгода до окончания срока, а сейчас. И пусть он у вас отлежится. Это такое требование к любым серьезным материалам, даже к теоретическим произведениям. Пусть отлежится, потом посмотришь, поправишь, и тогда можно пускать в ход. То есть, сейчас вот самое время это делать. То есть, конечно, надо делать лучше, чем этот договор и чем тот, который был. Вот какой бы должен, надо бы делать сейчас проект. Делают ли его? Ну вот, судя по тому, как и дело идет, вот в данном случае бывает у каждой организации профсоюзной и подъемы, и спуски. Вот, и сейчас было время, когда была единая организация в порту, и вот так продумано было, что вот вся эта единая организация является первичной. А в рамках этой первичной еще пять первичных. И они поэтому, примерно во всех компаниях сделали вот единый проект коллективного договора. А уже переговоры были, но с участием представителей одного и того же портового комитета. И поэтому их несколько отличаются, коллективные договора, но они в основном выдерживают высокий уровень. Сейчас же они разделены. И есть территориальные организации. Деньги стали различные, организации стали различные. Территориальные организации в законе никаких прав вообще не имеют. Что такое территориальные организации? Ну вы входите в территориальные организации. И что? Ничего. Потому что территориальные организации не могут вести переговоры по коллективному договору, не могут их заключать. А что может? Ну вас собирают сносы и отправляют выше. Куда? В региональную. А региональную куда? Ну в отраслевую туда. Выше, выше и в объединение. Вот и все. В принципе во всем договоре видна вот такая бюрократия, потому что есть ссылки на определенные положения, и при этом не регламентироваться, как эти положения могут изменяться. Например, по поводу норм труда, по поводу грузов. То есть не ссылаются на какие-то нормативные акты организации. А организация может быть их сама поменять без участия правком и коллектива. И это, как говорят, тоже. Дело в том, что в коллективном договоре может содержаться лучше, чем в законе, но хуже не может быть. Поэтому нормативные акты для коллективного договора не закон. В том смысле, что если есть нормативные акты, значит там и можем в коллективном договоре договориться более высоким уровнем. А если вы просто на них ссылаетесь, то они и так есть. Иногда это нужно, чтобы не ухудшили положение. Потому что если есть нормативный акт и заключен, но вот когда есть ссылка на него, уберут тот нормативный акт и отсюда выпадет. Тогда надо прямо записывать без ссылки. Или если это норма закона, которая вдруг упадет, то надо включать норму закона без кавычек. И тогда она может оставаться в коллективном договоре. А если в кавычках, ну раз этого нет в законе, она и улетела из коллективного договора. То есть бывают такие ситуации, когда надо расковычивать и записывать прямо нормы закона. Когда видно, что будет еще ухудшение. Еще такой момент по поводу отдыха работников. Например, необходимо обеспечивать работникам перед началом сверхурочной работы 15-минутный оплачиваемый перерыв для приема пищи. Мне кажется, что за 15 минут в условиях этого производства поесть довольно сложно, даже перекусить. То есть если они сами разогревают еду, это у них 10 минут уйдет на то, чтобы достать и погреть. Тоже такой момент, мне кажется, могли бы и добавить еще минут 10 хотя бы. Надо прибыль создавать для предприятия. А вы тут рассиживаете, первые устроили на 15 минут. Нет, но если работники будут заинтересованы в благополучии собственной организации, поскольку она заботится о них, то и, собственно говоря... Вы умрете, мы другого наберем. Вопрос квалификации. Есть ли такое количество квалифицированных работников? Есть. Есть. Вот скажу, я сейчас скажу, где. Значит, что сделали работодатели? Они устроили в порту морское кадровое агентство, МКА. И там никаких... Это что такое? Это, так сказать, фирма, в которой есть только работники, больше ничего нет. И она этих работников как бы дает за деньги в другие организации. Вот в эти же самые... Одну организацию, в другую, в третью и так далее. Кстати, оказывается, из нового договора была обрана норма о том, что без согласования с правковыми нельзя привлекать рабочую силу из других организаций. Да. Или ограничивать как-то, потому что... Что делать? У них нет никакого коллективного договора. У них зарплата значительно ниже. Поэтому, скажем, вас увольняют, привлекают из морского кадрового агентства. Те в тапочках приходят, без соответствующих даже обмонирования, без соответствующих навыков. Но они, в общем, квалифицированы, в том смысле, что они тоже, так сказать, не с улицы. То есть они есть. Но они, так сказать, за порогом. И за порогом держат специально, и тем самым удерживают порог заработной платы. Ну, в принципе, как я понимаю, вообще роль правкома и возможность как-то влиять на решение, она несколько ушла на второй план, то есть снизилась. То есть вот эта бюрократия появилась, и, собственно говоря, появились проблемы работы правкома. Хотя там в договоре в новом появились моменты о том, что помещения правкома должны быть обеспечены компьютерами, с интернетом. То есть, да, какие-то формальные пункты появились, но при этом конкретная возможность влиять на принимаемое решение, она стала намного меньше. Докеры вывели такой закон, что хороший договор не может быть заключен без забастовки. То есть плохой можно заключить, без хорошей. Вот в этот раз забастовки не было, а в тот раз была забастовка. Ну, значит, в 2019 году будут бастовать, если 20-го будет. Нет, если будут бастовать, то смогут. И если будет к этому времени хороший проект, или сиреный договор, если проекта не будет, то не за что и бастовать. Может быть так, что люди уже боятся вот это сделать. Мало кто делает проекты. То есть, вот недавно состоялось заседание Российского комитета рабочих, и вот на него, в общем-то, нового коллективного договора, или нового проекта хотя бы коллективного договора, который где-нибудь куда-то, так сказать, рассматривается, на каких-то переговорах просто никто не гривёс. Их нету. Вот такая сейчас картина. А по отдельным вопросам можно сколько угодно спорить, доказывать, что надо бы это улучшить, и вот это улучшить, надо за это бороться. А нету проекта. Ну, то есть, не систематизировано всё это. Ну, чтобы не повторяться, ещё вот несколько моментов затрону, негативных, вернее, показавшихся мне странными. Ну, например, несколько раз фигурирует такая фраза по поводу работников, имеющих детей до 17-летнего возраста. Не совсем понимаю, почему именно 17 лет, почему не 18 или не 16, довольно странное разграничение. Ну, то есть, как бы 18, почему не до 18, ну, не суть. Паспорт с 14 сейчас дает. Да, вот очень странный возраст. И, в частности, во фразе работникам, воспитывающим детей до 17-летнего возраста, без матери или отца, в случае смерти одного из родителей, лишения родительских прав, длительного пребывания в лечебном учреждении и в других случаях отсутствие материнского или отцовского попечения о детях, предоставляется один дополнительный выходной день в месяц с оплатой по тарифу. Ну, тоже, может быть, один, это довольно странно. Возможно, необходимо прописать то, что этот выходной день может перераспределяться на другие дни. Допустим, в этом месяце там не нужно следить за ребёнком до 17-летнего возраста, а в следующий придётся. То есть, мне кажется, что здесь должна быть как-то эта норма более конкретизирована. Ещё, опять-таки, думая о детях, это, конечно, приятный момент, но тоже довольно странный. Пункт 3.6.4. Обеспечить детей работников в возрасте от 2 до 8 лет, странно, что до 8 тоже, опять-таки, включительно билетами на новогоднюю ёлку и новогодними подарками стоимостью не менее 15% минимальной месячной тарифной ставки, в скобочках оклада, действующей в организации. Опять-таки, видимо, после 8-ми дети категорически не верят в Деда Мороза и не получают подарки. Хотя, в принципе, это всё равно довольно приятно, наверное, для работников, потому что их дети получают... В апельсинов-договорах перечислялось конкретно, сколько будет апельсинов и сколько будет шоколада. Потому что, если вы не укажете, что это шоколад, то вам положат соевую плитку. Это проверено. А если вы не укажете, сколько апельсинов, не будет ни 3, а 1. И так далее. А тут, видите, только стоит. Возьми что-нибудь дорогое и проблема... Ну, или по чеку дорогое, а по факту... Да, по факту, да. Ну, поругали немножко. Мне кажется, можно и некоторые плюсы сказать, которые мне понравились, и то, чего я не видел в прошлом договоре. Может быть, просто не заметил. Но, тем не менее, при проявлении работниками инициативы, повлекшей улучшение в организации производства, поощрять работников материально и морально, в том числе по предложению правкомов. В принципе, тоже довольно хороший момент, но, опять-таки, хотелось бы какой-то конкретики. Объем какой поощрения? Что такое объем поощрения? Что такое улучшение в организации производства? По каким параметрам? Ну, то есть, вероятно, здесь стоило бы все-таки конкретизировать показатели, по которым мы это рассматриваем. Примерно так. Отлично сделали доклад. Спасибо. А не было оговорено. Да, не было оговорено. Ну, собственно говоря, количества моего доклада тоже не было оговорено. Еще такой момент. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Мне кажется, тоже это положительный момент. И, собственно говоря, условия трудового договора при возключении… Ну, это на самом деле в законе есть. Да, это, в принципе, дублирование. То есть, с одной стороны, хорошо, что это есть, с другой стороны, зачем? Напоминание, да. Более того. Вот еще такой интересный момент, видимо, рабочие уже где-то с этим сталкивались, то, что смена собственника имущества организации не является основанием для расторжения трудовых договоров с работниками организации. Мне кажется, это важный момент, поскольку процедура реорганизации, ну, может быть, формальная реорганизация, я не знаю, там, отдел какого-нибудь там разгрузки-погрузки, мы назовем погрузки-разгрузки, ну, поменяем название. Нет, тут организация имеется в виду, организация – это целая. Я понимаю, и там просто еще расписано было про различные дела, и, как я понимаю, вообще, в принципе, цеха и так далее. То есть, это важный момент, поскольку, чтобы работникам сохранить свои рабочие места и не остаться, собственно говоря, на улице – это важный пункт. Еще интересный пункт о обеспечении доставки работников на объект работы, к местам отдыха и приема пищи и возвращении с объекта работы к бытовым помещениям при условии, что это расстояние более 500 метров в одну сторону. Рабочие места обеспечить необходимым для выполнения работ оборудованием и инструментом. Ну, то есть, вот первая часть довольно интересная, то, что с доставкой рабочих, правда, не написано, как, на чем. А это уже дело не в том, что. Дело в том, чтобы заставили. Потому что, представьте себе, дождь, снег, они работают ночью, ночью не останавливаются, в вечер не останавливаются. Но могли бы хотя бы написать, что должен быть закрытый там транспорт, а то, может быть, доставка будет всех в телеге, и они так же под дождем, и еще хуже это будет. То есть, с одной стороны, да, это плюс, что написано, что должна быть доставка, с другой стороны, это одновременный минус, потому что, опять-таки, не уточнено. И тоже рабочие места обеспечить необходимым для выполнения работы оборудованием и инструментом. Мне кажется, это очевидная вещь, которую вообще не надо прописывать, и она должна быть в каких-то других документах, а не в коллективном договоре. Также есть еще важный пункт 3.3.12. Не производить переработку вредных или опасных веществ. Тексилогическая оценка возможного воздействия которых на организм человека не проводилась. При этом, мне кажется, то, что здесь все-таки это плюс, но одновременно и минус, поскольку, возможно, то, что это в порту будет лежать, и никто это срочно не локализует, не уберет, тоже довольно плохо. Возможно, здесь должны быть какие-то оговорки, сирия, там, есть ли рабочий, там, подсвою ответственность согласен. Одно дело будет лежать, спланироваться, хотя бы на открытом воздухе, а другое дело, что нужно обрабатывать. А есть ли это радиоактивные отходы, которые распространяются, и никто не берется их убирать? Радиоактивные отходы, которые распространяются, и их никто не берется убирать. Это, значит, приходит шрот, так называемый. Это растительный корм из-за границы, для того, чтобы во время перевозки там не разводилось большое количество жучков, червячков и так далее различных паразитов, их газом, ядовитым обрабатывают. Поэтому, значит, я вот, когда туда заезжает, прямо в этот трюм, где лежат эти фумигированные грузы докера, он подвергается усиленному воздействию этих газов ядовитых. Вот в чем дело. Если бы они где-нибудь там лежали в стороне, ну и ладно, ветер носит. А здесь говорится о том, что рабочие не подвергались бы. То есть, здесь главное сделано. Нет, там тебе убрали. А? Это убрали норму, потому что там, как раз фумигированные грузы. Убрали, да? Это или на Африке, тебе не обеспечивается контроль. А, вот, пожалуйста, выбросили, да. То есть, опять-таки, говорят, что необязательно это убирать, а кто это будет убирать и как, непонятно. То есть, проблема. Может быть, стоило бы написать то, что там работники могут быть в определенной мере, там, не знаю, примерами. Но это, видите, опять, вот как это вот можно проанализировать. Вот, к сожалению, мы с вами имеем дело с чем? С результатом. Правильно? С одним результатом, который был достигнут в 2014 году, потом повторен в 2017. А как он был повторен в 2017? Значит, тот переговор был представлен проект. Он заканчивается три года всего. Может быть, продлен еще на три года. Вот, чтобы продлить коллективный договор, надо к этому моменту приготовить такой проект, который намного выше по параметрам, чем предыдущий. То есть, в администрации... Сделать уступки и получится... Да, считай, за влага просто перезаключить этот договор. А тут, похоже, что договор этот проект был не лучше, а мы его не видели. Поэтому интересно было бы посмотреть договор. Раньше правком докеров Корта с подачей своего начальника, вот, консалтингового правового отдела, считал необходимым везде проекты эти широко по России. Российский комитет рабочих, всем желающим вывесить на сайте, чтобы можно было увидеть вот проект, чтобы можно было увидеть то, что вы хотели бы сейчас увидеть, а что получили в результате. Кто это снизил, такие параметры и почему? Снизила, конечно, администрация на переговорах. А почему не удалось это удержать? А потому что вот такой забастовочной борьбы сделать не могли. Тут еще был один фактор за это время. Значит, если раньше эта компания, для которой вы рассматриваете коррективный договор, была в собственности небольшого миллиардера, которого 2 миллиарда всего, Южилина, а его двоеврудный брат был генеральным директором. И он, так сказать, толковый, умный и, надо сказать, как-то он понимал необходимость, понимал роль производительной силы, то есть работников, самих докеров, понимал для нормальной работы. А все поменялось. Теперь уже пришел другой собственник, Global Ports, у которого имеются в разных местах эти самые порты, в том числе в порту Дальневосточном и в бухте Находка и так далее. Поэтому, скажем, сделать таким образом, что вот здесь докеры забастовали, а те взяли и грузы перенаправили в другие порты и разгрузили там. И что получилось? И получалось, что они эту самую забастовку нейтрализовали. То есть тут вот с ними пошла серьезная борьба. А в это время докеры не обращались к коллегам из других отраслей, из других предприятий, не передавали свой опыт, перестали приезжать на заседание Российского комитета рабочих. И это уже теперь рикошетом ударило по ним самим. Они сами себя изолировали. А раз изолировали их, так сказать, как будто вот этот некоторый торчок на общем сером фоне, вот его начали стирать, сглаживать. И очень сильно сгладили, что вы, собственно, и констатируете, когда вы рассматриваете новый, уже заключенный коллективный договор. Вот он теперь будет действовать три года, потом станет вопрос об его перезаключении или заключении нового. Чтобы его перезаключили, надо заведомо сделать проект намного лучше. Вот то, что вы говорите, по идее, вот этим мы должны заниматься товарищи, которые сейчас готовить должны проект коллективного договора, который через три года они будут его рассматривать на переговорах. А если они такое не сделают с повышенными параметрами, и если они не проведут соответствующие коллективные действия, то и еще будет не просто перезаключение договора. Никто не обязан будет перезаключать договор. Это может быть продлено один раз коллективный, но не обязаны. Поэтому может быть так, чтобы просто закончиться он, заключать новый коллективный договор, где еще хуже будут позиции. Но могут ведь вообще не заключить. Могут и вообще не заключить, не могут. Там интересны сейчас нормы в Трудовом кодексе, что ведутся переговоры не более трех месяцев, и договор считается заключенным по тем пунктам, по которым договорились. Если ни по одному не договорились, вот действительно так получилось, ни по одному не договорились, ну прям было, осталось, но вот мы коллективные договоры. То есть в принципе, вы правы, то есть можно дело свести практически к нулю. Но считается, что заключен договор в том, в каком договорились. Ни по какому пункту не договорились, вот так и заключен такой договор. Ни по какому пункту ничего нет. Но всегда есть пункты такие пустые, повторяющие просто нормы закона, или там, что мы находимся в отношениях социального партнерства, друг друга уважаем, это все можно написать. И вот это все останется, а все остальное будет выброшено. Ну, такой вот еще небольшой позитивный момент, может быть, в некотором смысле даже веселый. Например, обязательным, это было и в прошлом договоре, это обновилось в новом, обязательным становится обеспечение работников комнатами отдыха с холодильниками, микроволновыми печками, отфильтрованной питьевой водой и титаном для ее кипячения. Теперь же стало две микроволновых печи и питьевая вода, которая должна быть вместе с титаном или чайником для кипячения. То есть, вот она забота теперь две микроволновки на комнату отдыха. Ну, тем не менее, это действительно, наверное, приятно. Касательно, опять-таки, прошлого договора появилась, например, фраза «На дополнительные перерывы для отдыха отводить стало теперь не менее 24 минут при продолжительности смены в 7,5 часов и не менее 36 минут при продолжительности смены в 11,5 часов». Раньше просто было отводить 24 минуты и 36. Ну, добавили эту фразу «не менее», может быть, от нее действительно будет хоть какая-то выгода. Ну, это да. Пункт, который мне не понравился, хотя, безусловно, это плюс то, что командировочные расходы оплачиваются, но как-то это странно. Командировочные расходы работника, в скобочках, суточные, оплачивать из расчета не менее 5-часовых тарифных ставок докера-механизатора за каждые сутки нахождения в командировке. Мне кажется, здесь должны быть все-таки прописаны командировки, это внутри страны или куда-то, например, за границ, потому что цены действительно отличаются, и мне кажется, что суточные везде должны быть разные. Ну, то есть, там, я не знаю, 500 рублей на еду в день где-нибудь в маленьком городе. Ну, тут пятикратные, а в других предприятиях вообще однократные. А тут пятикратные, а были шестикратные, между прочим. Ну, вот опять-таки, да, то есть, здесь могло быть и лучше. В принципе, я думаю, чтобы не повторяться на этом, закончу. И, собственно говоря, безусловно, коллективный договор – это позитивное явление, которое регулирует отношения рабочих и работодателя, но то, что он стал новый, это не сделало его ни в коем случае в обязательном порядке лучшим, и, как видите, есть определенные минусы, недоработки. Поэтому докерам и вообще сотрудникам предстоит, наверное, ожесточенное сражение за те условия труда, которые они добились, не говоря уже о том, чтобы их улучшить. Тем более, мне кажется, многое зависит здесь от конкуренции, поскольку если свои работники будут постоянно обаставать, и норма о том, что должны согласовываться новые кандидатуры, новые работники через правком исчезла, теперь стало проще их менять. И мне кажется, что здесь вот такая опасность есть определенная. То есть, могут, наверное, использовать конкуренцию, заменять их наиболее. Конечно, я хочу еще добавить вам этот политический аспект, который у нас везде учитывается в этом курсе. Значит, вот на волне успеха большого, значит, помогали товарищам докерам члены Рабочей партии России, непосредственно Федотов Константин Васильевич, который был председателем правкома докеров всей организации, а потом стал начальником консалтингового правового отдела правкома докеров Морского порта Санкт-Петербурга всего. И поэтому вся политика в отношении коллективных договоров, она была единой для всех пяти организаций, и уровень все время постоянно повышался. И вот мы с ним разрабатывали проект трудового конкурса. То есть, мы это делали широко. И широко это было вот все это известно. Так, второй человек, который там был, это докер Тимофеев, который тоже гарантировал поддержку всех этих позитивных изменений и дополнений. Был третий там член Рабочей партии России, Рысев Юрий Львович. Его сейчас нету. А со стороны других, этой же Рабочей партии России, помогали газетами. Мы выпускали газету спецвыпуск докер необходимыми тиражами во время забастовки даже еженедельно. И конкурировали с газетой метро. Как могли с ней конкурировать? Газета метро 400 тысяч, а газета за рабочее дело спецвыпуск докер 4 тысячи. А конкурировали мы так. Мы из 4 тысяч 2 тысячи распространяли в городе, а 2 тысячи раздавали каждому работнику порта. Причем каждому стояли, люди у всех проходных выдавали. А газета метро, она широко уходила в городе, а до каждого работника порта не доходила. Поэтому в порту получилось, что газета спецвыпуск докер превосходит эту газету. И совещание по итогу проводилось в транспортном комитете городском. И его председатель говорил, что мы проиграли идеологическую борьбу в порту. После этого они предприняли ряд мер. А именно, то есть, во-первых, сделали газету, и она регулярно там выходит. Это раз. С другой стороны, сделали все, чтобы газета докер там не появлялась. Это два. В-третьих, значит, один товарищ там забросил дела партийные, и из партии пришлось его исключить. Рысева. В-четвертых, они сами между собой разделились. И главное, что они потеряли связь с рабочим движением России, потому что если изначально представители докеров выступали как сопредседатели российского комитета рабочих, они весь опыт распространяли, они других, соответственно, на это дело направляли. Ну и тем самым, они не были шишкой, которую надо просто стереть, чтобы, так сказать, никого не бодрали. Ну вот теперь это прекратилось. И они их каждый раз приглашают. Вот сейчас только что, 13-14 октября, проходило заседание Российского комитета рабочих, семинара по рабочему движению Федерации профсоюзов России и Фонда рабочих академий. Очередной раз их пригласили, никто оттуда не приехал. И вот на волне этого спада идет дальше спад. И последняя точка. Значит, при прежнем председателе они стали организовывать там такую организацию справедливой России, и все они писали письма Миронову с просьбой поддержать предложениями в отношении повышения уровня реального содержания зарплаты. Расчет стоимости рабочей силы. И он говорил, да, хорошо, это мы принимаем внимание, рассмотрим. И мы одно даже время, беря это письмо Миронову, предлагали издать Народную правду с материалами. Письмо там опубликовать Миронову и прочее. Но они это все блокировали. А недавно сообщение я получил о том, что туда принесли, вот именно сюда, на этот контрольный терминал, принесли бланки для поступления в партию Единой России, и их там многие люди заполнили. Вот картина. То есть, а если люди политически стоят на стороне работодателя, как они могут добиться хорошего коллективного договора? То есть, каждый начинает думать, что вот есть начальник, начальник может обидеться, если он, так сказать, как бы в сторону начальника двинулся, а в итоге они все теряют, 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 теряют. То есть, партийное движение у них сходит на нет, следующее будет хуже? Да, в следующее вполне возможно будет еще и хуже. Ну и я думаю, что это вот не случайно, это же люди же приходят, этим занимаются. Скажем, меня они регулярно приглашали, вот для того, чтобы выиграть в переговорах по коллективному договору, я у них как консультант присутствовал просто на свидании. Потом у них была попытка меня оттуда не пускать по этому поводу. Бывший председатель правкома, саржент и Федотов, они тут написали, так сказать, письма очень грозные, с ними там поругались со всем начальством и заставили мне пропуск выписать. Пропуск там не просто выписывается, пропуск выписывается через ФСБ. Почему? Это граница. Это же не просто предприятие какое-то, это порт. Вот. ФСБ спокойно давало, нет никаких проблем. Но этот пропуск давал возможность проезжать туда на автобусе, который едет, считай, от метро автова, в другую сторону надо перейти, и едет, прямо проезжает к пропуску. Ну вот, и, так сказать, и тут вот меня они давно уже не приглашают, у меня, кажется, времени не очень много, поэтому я, как говорится, не очень страдаю в этом плане, потому что это, ну, не маленькая работа. Ну, вот такое вот, так сказать... Потеряют. Да, так сказать, они чувствуют, как бы там вот как-то сохраниться. Вот когда люди начинают думать, как сохраниться, они начинают опускаться ниже, ниже, ниже. И вот мы в одном докладе констатировали опускание этого, сдачу позиций, и вот в вашем докладе, причем с разных сторон. Хотя они перекликаются в известной мере, но не совпадают. Это вот показано совершенно определенно. То есть, изолирование и попытка, так сказать, уйти от каких-то политических моментов, ну, означает потерю перспективы. То есть, вы ушли, и вы просто оказались в худшем положении, причем на таких элементарных вещах, как там, сколько времени вы будете отдыхать, там, 15 минут вы будете отдыхать, кушать быстро. Давайте быстро ешьте, идите работайте. 15 минут вам на это дается, конечно. А потом, что у него там будет, что у него там будет. Живот болит, вредно. Ну, конечно. Это же страшное дело. Причем это что, конец рабочего дня? Это перед сверхурочной работой 15 минут. Почему не 15? То есть, они, другое дело, что сам рабочий сверхурочный может сделать и раньше, но ты оставь ему полчаса. А он может через 15 минут поесть спокойно, но когда он ест и думает, сейчас вот кончатся эти 15 минуты. То есть, создавать возможности для выбора, да, чтобы он мог сам выбрать, сколько ему работать. Да, и он уже нарушитель трудовой дисциплины. Это жесткая такая постановка вопроса. Ну, и что показывают факты? Факты нам показывают, что таких вот работодатель, которые бы улучшали положение, ну, вот мы что-то не просматриваясь. Хотя, если мы возьмем там Зарю, капиталистическое общество, и возьмем вот Форда не читали? Генри Форда? Да. Ну, что ты читал? Он интересные, так сказать, книжки, он чем выделялся? Ну, он был изобретателем, инженером, и он, кстати, осуществлял научно-технический прогресс. И первое, что он делал, вот когда он создавал предприятие, он всякую грязь убирал, все украсил в светлые тона, улучшал условия труда, повышал заработную плату. Да, чтобы больше покупали его машины. Чтобы больше покупали его машины. А машины, говорят, мы будем делать не для богатых, потому что если мы будем делать для самых богатых, то они будут капризы свои, там, нам бы давать. Делайте то, делайте то, это будет придется делать вручную. А я инженер, я не хочу заниматься этим, не за ручным трудом. Я буду делать то, что требует, так сказать, каких-то изобретений. Поэтому будем на более широкий круг появляться, более дешевой машины. И, говорит, мы хотим заработать, поэтому мы не хотим, чтобы наша зарплата пошла, и ее бы потратили рабочие у кого-то, купив мясо. Мы сделаем ферму, но там будет не 15 коров. То есть, если будет 15 коров, вручную будут им подавать корм, поить будут их вручную, убирать навоз. Нет, мы меньше чем 200 голов это не сделаем. То есть, человек все время решал все эти проблемы за счет того, что он шел по пути технического прогресса. И он перегонял других капиталистов не за счет того, что он больше эксплуатировал рабочих, за счет того, что он повышал техническую оснащенность. И с ним судились. Это был такой мощный суд. И суд был присяжных. Судились, а он объяснял присяжным, что вы же, когда вам повышаю я, за что с ним судились? Потому что он повышает зарплату. Другие конкуренты его считали, что он подрывает им их экономику повышением зарплаты рабочих. А он говорит, ну вот если будет повышена зарплата моя, куда понесут мои рабочие свою зарплату? Они к вам понесут, вот ваш ларек вы будете, к вам понесут, рыбу там купят, к вам понесут в овощной ларек. К вам же понесут, и у вас будет прибыль. А если не будет этой зарплаты, вы сами будете разориться все. И они проголосовали за него. И он устоял. А он такой был, в такой изоляции известной. Сейчас же мы наблюдаем просто сплошное, такое элементарное и тупое ухудшение положения. Хоча, вроде бы люди, если бы они капитал хотя бы читали в начале, что существует две формы увеличения прибавочной стоимости. Одна называется абсолютная, за счет чего удлинение рабочего дня. Или вот сокращение этих перерывов. Так вот, быстрее будете кушать. Вообще-то 15 много, давайте за 10, давайте за 7. Это называется абсолютная прибавочная стоимость. Вот удлиняем рабочий день, скурочную работу, много работаем. А есть другое, что если вы повышаете производительность труда, то у вас доля зарплаты сокращается. И продукт увеличивается. Так? А продукта, так сказать, становится больше. И естественно, прибыль возрастает. Раз прибыль возрастает, то просто зарплата растет медленнее, чем растет прибыль. Но прибыль быстро растет, а у нас что? А у нас ни прибыль не растет, ни зарплата не растет. И все остальное. И это на уровне, так сказать, в массовом порядке. Кого вы знаете из крупных капиталистов, которые могут похвастываться тем, что они технический прогресс осуществили? Вот самый технический прогресс – это в танкостроении. Вот где нужно. Прежде всего, это производство средств производства для средств производства. Для того, чтобы вы могли что-то сделать, вам нужны станки. Вот у нас в сегодняшней газете, в российской, как раз о станкостроении, есть статья довольно интересная. И говорится, что где-то порядка 20% сейчас станков вырабатываются в России, а остальные – китайские. Причем китайские не самого лучшего уровня, потому что самые такие сложные станки мы сами делаем. Ну вот, поддержку осуществляют этим станкостроительным предприятием только Министерство промышленности и торговли. То есть никаких денег они получить из наших многочисленных банков не могут, потому что немыслимые ставки процента, немыслимые, ну, 14,5%. Не отдадут. А? Не отдадут. Ну, столько, если возьмем. Да, да. А вот фонд поддержки промышленности там от 1 до 5%. От 1% до 5%. И поэтому за счет вот этого маленького фонда поддержки промышленности у нас все-таки развивается отечественное станкостроение сейчас. Сейчас при том, что вот… Ну, об этом мало где пишут и мало говорят, потому что когда говорят о бизнесе, под бизнеса понимается то, что я у вас купил, вот ему продал. А он взял и перепродал. И он еще нажился. То есть это вот то, что не создает ничего. Ну, плюс тут проблема износа оборудования. Если посмотреть данные Росстату, то там с 90-х годов эта кривая уверенно идет вверх. И в некоторых отраслях, там в транспорте, износ оборудования до 80% доходит. А имея в виду, что у нас с вами сейчас ВВП производится в объеме 70% от всего ВВП на государственных предприятиях. Значит, 70% могли бы действовать по единому плану. Скажем, могли бы заменять оборудование 10%. А всего у нас активов в России сейчас 174 триллиона. А 10% значит это 17,4 триллиона в год. 17 триллионов это замена оборудования. Но вы когда будете менять оборудование, вы же не поменяете оно такое же, как было 10 лет назад. Вы поменяете на более, это называется моральный износ. На более высокопроизводительное. Поэтому только за счет замены и не тратя ни одной копейки из прибыли, вы можете обновить 10-ю часть ежегодно. Если будете 10-ю часть обновлять, у вас возраст будет какой? А цикл обновления техники 10 лет, даже 9 лет. Вот таким образом. А дальше идет накопление. Накопление означает обращение части прибыли на развитие производства. То есть на новые рабочие места, то есть на новые средства производства и на оплату новых рабочих. Может быть в другой вопрос. Об этом потихоньку можно забыть, если посмотреть на уровень оттока капитала из страны. У нас капитал не отсекает. У нас отсекает не капитал, у нас отсекают деньги. Это не капитал. Капитал это то, что производствует. Это даже не называется капиталом. Это вывод денег, точное название. А вот вывоз капитала, если мы бы взяли и построили в Африке, допустим, какой-то завод эксплуатировали африканцев. Вот это был бы вывоз капитала. А мы что делаем? Вот у нас куда-то банки, куда-то какие-то проценты покупают от каких-то предприятий. Акционерные же предприятия там. Там 3%, а там 5%. То есть они ничего не строят. Вы можете хоть одно предприятие назвать российское, которое бы за границей страной построено было? Да. Ну, там железоделовательные некоторые есть, отдельные элементы есть, но это вообще совершенно не характерно. Вышки в Сирии. А вывод денег идет большой. А каких денег? А вот, во-первых, выводится амортизация, и как она выводится? Вот если 10 лет срок амортизации, надо написать 100. Тогда можно одну сотую оставлять. Уже это будет не 14 триллионов, а 1,4 триллиона. Правильно? А следовательно, 14 минус 1,4 минус 2. 12 триллионов можно вывести туда. Амортизации. То есть той суммы, которая нужна для воспроизводства производственных мощностей. А прибыль просто выводится туда. А сначала амортизация, тоже прибыль загоняется. Прибыль другого большая. Потому что это, на самом деле, не прибыль, а амортизация плюс прибыль. И все это выезжает за границу. И за границей перспектив тоже никаких, потому что никуда не вкладывают, а просто держат в банках. А если держат в банках, кто пользуется этими деньгами? Другие государства? Нет, в другом государстве держат в банке. Но банкиры пользуются. Если вы мне свои деньги привезли, я ему даю кредит. Вам сколько? Триллион. Я ему даю, ему даю, ему даю. И все проценты, он кому пойдет? Мне. Ну, вам-то будет вот такой процент, а мне будет вот такой. Ну, наверное, вот я, например, у меня есть счет в Сбербанке. У меня написано 1 сотая. Ну, там где-то какой-то кусочек у меня лежит. 1 сотая процента. Молодцы. А сами они дают под 14 кому-то. Вот ему. Ему. 14, да. Поэтому и картина там такая, что они и там-то ведут себя не как капиталисты, а как рантье. Что такое рантье? Рантье – это тот человек, который никакого отношения к производству не имеет, который имеет какую-то сумму денег и дает ее... Ну, под процент, да. Под процент. Ну, рантье – это современный ростовщик. То как раньше ростовщик ничего не создавал, не будете мне отдавать, полно посажу в яму. А если родственники не придут и не заплатят, или знакомые ваши студенты, то и все. И вот тут никогда не выберетесь. Вот и все. И вот, например, такая же картина. То есть, конечно, у нас такой капитализм отсталый в этом смысле. Отсталый, не соответствующий ну, вот тому принципу организации капиталистического производства, когда его историческая миссия все-таки в развитии производительных сил. Ну, и прибыль при этом будут получать, и зарплаты будут получать, но это будет какое-то развитие. У нас это развитие остановлено практически. Как-то о темпах стараются не говорить. Ну, что можно говорить сейчас о темпах просто. Ну, на всякий случай перевели стат управления в ведение Министерства экономического развития. А если вы пришли, вот вы в моем министерстве работаете, если вы будете давать плохие данные, вы у меня больше не работаете. Вот его найму, он хорошие данные дал. Это же всем понятно. То есть, на уровне государства вот такие игры взять и перевести. Да наоборот, ни в коем случае стат управления нельзя подчинять всем органам, за которыми надо следить, как они организовывают экономику. Тут обратное сокрытие этого дела. Не говоря уже о том, что вот сейчас имеется подрыв производительной силы, главной производительной силы рабочей трудящейся, потому что, ну, по всем расчетам, мужчины с рождения проживут 65,9 лет. Проживут. Сделали пенсию теперь до 65. То есть, человек будет, за него будет все время сдавать пенсии, пенсионный фонд, пенсионный фонд, а он потом будет, значит, даже 12 месяцев не проживет, а только 9 месяцев. Не говоря уже о том, что продолжительность здоровой жизни еще меньше. Да, еще меньше. Вполне вероятно, что они сможут производиться. То есть, мы вот посмотрели с вами одну сторону производительных сил, там, средства производства, с ними какая картина, ну и вот собственных средств производства 20% станков только. А у нас были великолепные предприятия станкостроительные, и в Иваново, и у нас в Ленинграде станкостроительные объединениями Свердлова. Нет его на набережной Свердлова. Или завод Ильич. Я там лекции читал. Недавно прихожу, написано золотыми буквами наверху Ильич. Думаю, надо же, возродили. Нет, бизнес-центр. Трамвайный завод. Потом его ликвидировали, да, очень быстро. Теперь трамваи покупают. Теперь трамваи будут снова производить. Уже есть решение, уже собираются. Решение-то одно. Да, да, собираются. Так что, вот такая картина. Спасибо, очень хорошо. Спасибо. Спасибо, очень хорошо. Вот мы с вами в ходе нашего курса наблюдаем, что более широкий взгляд на такие внутренние, казалось бы, внутренние конфликты, внутренние процессы на предприятиях, ну, такой более широкий взгляд позволяет увидеть причины и действительно ход движения, влияние на историческое развитие этих процессов. поэтому, поэтому очень важно вот этот такой взгляд, который обычно так не практикуется, этот взгляд использовать для того, чтобы сделать наш взор и наш анализ более глубоким, более конкретным и более обоснованным. В этом плане я уже говорил, мы продолжим рассмотрение программы Федерации процессов России и задачи коллективных действий, потому что это одно из средств вот как-то нейтрализовать то, что мы сегодня наблюдали, что вот падает уровень, падает уровень требований, которые устанавливаются в коллективных договорах, ухудшаются коллективные договора, должны были улучшаться, поэтому, а что должно быть тем горизонтом, к которому надо стремиться. Вот программа Федерации процессов России и задачи коллективных действий и является такой планкой, с которой надо сверять то, что происходит сегодня на различных предприятиях и профсоюзных организациях. Особенно это важно, потому что такой распространенный взгляд на профсоюзы, он такой, что профсоюзы должны защищать трудящихся, а когда я вас должен защищать? Ну, когда кто-нибудь на вас нападет. А если на вас никто сейчас не нападает, я его защищать и не должен, должен подумать о себе. Поэтому, дескать, если вас эскалатор повез вниз, а не вверх, то я должен предпринять какие-то меры, чтобы вы все-таки как-то быстрее бежали по эскалатору, чем он вас везет. И я вам тогда говорю, так вы давайте семяните ногами быстрее, очень важно, что появился документ, причем составленный и с участием фонда рабочей академии, и с участием ведущих объединений профсоюзов, которые участвовали в борьбе за новый трудовой кодекс, за прогрессивный проект трудового кодекса, который поставил можно сказать такие маяки, к которым надо стремиться. И вот мы стали рассматривать эти уровни, частично мы их уже с вашей помощью рассматривали прямо непосредственно в коллективных договорах, поскольку докеры активно участвовали в этом всем процессе. Но стоит восстановиться на других пунктах этой программы. Вот говорится о том, что у нас есть решение сейчас государственное об восстановлении минимальной оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Это что такое? Это уровень чего? Уровень нищеты, правильно? Что такое прожиточное минимума? Главное, чтобы вы бы не умерли. Если вы не умерли, мы эту задачу уже решаем. А в программе Федерации профсоюзов задачи коллективного есть, и говорится восстановление минимальной оплаты труда на уровне ниже 40% от уровня средней по народному хозяйству. Есть средняя, а есть менее. Но они не должны так различаться, что одни работают нормально, а другие просто в нищете. А дальше с этой нищетой связаны другие проблемы и социальные и проблемы здоровья. Почему много больных? Потому что они не в состоянии ни лекарства купить, ни в дом отдыха поехать, ни отдохнуть должным образом и так далее. И питаются они хуже. Продаются продукты со всякими разными добавками. Вот у нас есть пальмовое масло. А? Пальмовое масло. Не только. Есть просто фальсификация всего. Фальсификация. Есть такое понятие фальсификация пищевых продуктов. Вы говорите про пальмовое масло, а вот у нас было год назад сообщение, как товарищ купил творог, посмотрел на него и решил, что-то не то. Он его водрузил на сковородку и поставил на огонь. Он вспыхнул и весь сгорел на тла. То есть там никакого творога не было. Понятно, какое это было химическое соединение, которое предлагали накорм людям. Недавно большая была статья в российской газете главного санитарного врача России моей однофамилицы Анна Попова, в котором она рассказывает о мирах, которые предпринимает государство для борьбы с фальсификатом. Говорит, особенно много фальсификата в области производства молочной продукции. То есть масло фальсифицированное, сметана фальсифицированное, сгущенка фальсифицированная и так далее. И вот что мы делаем? Мы, говорит, читаем, что написано, едем туда, к тому адресу, который написан, и что мы обнаруживаем? Ничего. А? Но ничего, закрыто. Что? Закрыто. Нет там никакого. Что закрыто? Лес мы там обнаруживаем. Лес. лес, поляна, пустыри и какие-нибудь бывшие производственные объекты, из которых торчат кирпичи и каких-то автостов. То есть нету этих предприятий. Нету. Но это ладно. Таких примеров очень много. Эти фальсификации очень распространены. Она говорит, вот, надо бы добиться, чтобы была ответственность в Кодексе об административных правонарушениях за этот самый фальсификат. То есть самое-то интересное, что нынешнее государство в настоящий момент при наличии этого главного санитарного врача и при наличии так называемой борьбы с фальсификатом, никаких норм ответственности не имеет за фальсификат. То есть нельзя никого привлечь. Вот сейчас обнаружилось, что у вас целый завод по производству молочной продукции без молока. Вы, значит, интересный изобретатель просто. И надо вас поощрить, потому что никаких норм, по которым вас можно наказать, нету. Поэтому, если вы еще не начали строить молочный завод из чего-то, но не из молока, то можете строить. А, кстати, овсяное молоко продается вот у нас в магазине. Но хоть прямо написано, что сделано из овса. Но если бы это не было написано, то вы бы и не определили, то есть по вкусу такой же белый хороший у нас фикс прайс продает. то есть нету никаких государства не преследовать тех, кто позволяет людей кормить всякого рода классифицированными продуктами. Это не обязательно ядовитые продукты, просто это не те. Это не то. Это сделано, так сказать, не из пищевых продуктов, ну и оно может быть даже и не вредное. Вот как вы думаете, вот если кости, вот такие маслы большие, знаете, от крупного рогатого скота перемолоть, что будет? Мука. Мука костная и добавить вам в колбасу. Паштет можно делать такой. В колбасу вам добавить. Что будет? Это давно уже это делают, с реформы 65-го года пошло. Костная мука. Я тогда прочитал первый раз, тоже удивился. Состав колбасы нитрат, поташ, нет, сначала идет мясо немного, жир, так, сало, нет, жир, это все жир. Мясо, жир, крахмал, крахмал, нитрит, нитрат, поташ, казинат, натрия. А казинат, натрия, наверное, знаете, казиновый клей и все делают. Это берут вот такие, значит, части, кости с жилами из этих жилов, долго-долго варят, там, часами, по 8 часов, пока не будет вот столярный клей. Вот этот столярный клей, его и в блокаду ели, и сейчас, наверное, едим. По мере того, сколько туда добавляют наши граждане, которые этим занимаются. Или, как некоторые говорят, как некоторые говорят, что вот я работаю на колбасном заводе, ни разу не видел, что привозили мясо. А чем отличаются дорогие сорты колбасы от дешевых? Там больше над ними работает, что придать им нужный цвет, вкус и так далее. Но такие большие кубы, когда хвосты, копыта, рога, такие большие, замороженные кубы, это все время идут через, привозят постоянно на эти так называемые местные предприятия. Вот, поэтому ясное дело, что если люди не имеют достаточного уровня заработной платы или нормального потребления, отсюда и начинается проблема здравоохранения. что нужно, лечить людей или обеспечивать охрану их здоровья. Ну, конечно, их нужно лечить, если они уже заболели. Но нельзя ли сделать так, чтобы меньше болело для этого? Для этого, что нужно делать? Заниматься здравоохранением. То есть, думать не о том, когда вы заболеете, мы вас пошлем в санаторий, а лучше вас послать в дом отдыха, до того, чтобы вы там отдохнули и не заболели. Так, следующий. Доведение доли зарплаты в издержках производства продукции до уровня развитых стран. То есть, вот как ставится вопрос, вполне по-буржуазному. Это же буржуазный строй, буржуазный. Развитые страны какие? Ну, возьмите Англию, возьмите Соединенные Ксады Америки и так далее. Почему бы не взять с них пример в этом отношении? То есть, зарплата в издержках производства достаточно высокую долю составляет. Это значит, это будет повышение заработной платы, улучшение питания, благосостояния главной производительной силы и обеспечение тем самым технического прогресса. И увеличение прибыли. То есть, это не противоречит, не противостоит капитализму как таковому, как общественному устрою. Но этого нет. Установление доли постоянной части зарплаты, тарифы, связанные с ним выплаты, на уровне не менее 80%. Сейчас, если у этого нет, то работник находится во власти своего собственника. Почему? Вот вы только начнете какие-то коллективные действия, коллективные договора, и у вас премия сразу упадет на 80%. То есть, получите 20% того, что получали. Потому что постоянная ваша зарплата, вот, 20, остальное 80%. И наоборот, если у вас 80%, ну хорошо, вам не нравится мое поведение, что я выступал и организовал забастовку, ну вы мне уберете 20%. Ну я скажу, ну и черт с ним, эти 20% все равно я не продам за эти 20% право-правородства. А мне тут просто делают такую картину, что нельзя обеспечивать детей, нельзя обеспечивать нормальную жизнь семьи и так далее. Поэтому это очень важный пункт. И очень распространено, причем распространено и в легальной форме, просто вот маленькая зарплата, постоянный, тариф маленький, а премии большие. А премии ведь можете, вы премию могу вам дать, могу не дать. Правильно? Премия тоже считается зарплатой, любые выплаты считаются зарплатой. То есть, произвол хозяина, произвол собственника здесь колоссальный. Все зависит из-за того, улыбнитесь вы или не вы? Вот вы и не улыбнулись сейчас. Все, снижаю. А он вот улыбнулся, повышаю. Вот и все. Вот так определяются тогда премиальные, реальные средства, кто этот вопрос решает. Непосредственно, представитель собственника. Повышение оплаты сверхурочных работ, работа в выходные и праздничные дни в ночное и вечернее время. Для чего? С одной стороны, в плане заботы о главной производительной силе. Если у вас есть сверхурочные работы, ясное дело, что это с техническим прогрессом слава совместима. Потому что люди устают, люди плохо соображают, люди меньше думают, меньше рационализации, меньше изобретательства и так далее. Работы в выходные и праздничные дни то же самое. И в вечернее время. То есть люди вместо того, чтобы повышать свою грамотность, умения, знания и так далее, и отдыхать, чтобы нормально работать. Почему так происходит? А происходит потому, что приходится за каждого работника, работодателю, что-то платить. Он скажет, надо заплатить за каждого работника определенный процент по отношению к фонду заработной платы. Зарплата само собой, а по отношению к фонду около 30% всякие выплаты. В том числе в пенсионный фонд, в медицинское страхование и так далее. Ну вот, как экономят хозяева? Значит, вместо того, чтобы вас двоих нанять, давайте лучше вас наймем, его уволим, и я уже не буду платить, платить-то буду только за одного работника вот эти проценты. Работать он будет за двоих. А он будет работать за двоих. Их, хорошо. Но если он умрет, то вы как раз и придете. Вы не расстраиваете, потому что он долго ведь не протянет. Поэтому это временно он устроен. Причем временно он сам уйдет, никуда он не денется. Раз, и все, и это все закончится. Так что вот это называется стимулирование того, чтобы не увеличивались сверхурочные работы, работа выходные, праздничные дни, в ночное и вечернее время, то есть повышать, повышение оплаты, это такая форма запретительства. Запрещать. Как? Убирать эти вот, эти все работы путем повышения оплаты. Ну, не захочет капиталист такие, зачем ему сверхурочные работы за такую оплату? Не хочу, я не буду делать. Не будет вас заставлять, и вы пойдете отдыхать. Поэтому это сугубо положительные вещи. Причем практически продуманные и проверенные профсоюзникам. Они же это предлагали. Увеличение свободного времени работников путем сокращения продолжительности рабочего дня до 6 часов и введения 30-часовой рабочей недели без понижения заработка, а также за счет роста времени оплачиваемых отпусков. Значит, о чем идет речь? О том, что человек должен приходить на работу хорошо отдохнувшим, хорошо подготовившимся и в умственном отношении, и в порядке специальных, приобретении специальных наук. У него должно быть время для обучения и совершенствования своей квалификации и вообще для развития. И как показывает история, история, не такая уж и большая история сокращения рабочего дня, она такова, что впервые в России рабочий день был установлен в 1897 году. 11,5 часов. До этого просто фактически работали 14-16. Затем следующее сокращение рабочего дня произошло после февральской буржанной революции. Явочным порядком в Петрограде рабочие стали работать 8 часов. Этот лозунг стоял, он даже стоял в программе РСДРП большевиков, но он стоял, распространяли идеи. А фактически это сделал рабочий глаз явочным порядком, то есть не спрашивая никаких законов. А когда законодательно был закреплен 8 часов рабочий день? Только после Октябрьской революции. То есть, если вот некоторые иногда утверждают, что большевики, вот они принесли 8 часов рабочий день. Нет, большевики не принесли 8 часов. Большевики закрепили законодательно 8 часов рабочий день. Это да. А как в свое время 11 с половиной часов появились после мощнейших стачек с требованием сократить рабочий день, так или установить время, так и здесь вот по существу шаг сделал рабочий глаз организованных профсоюзы. Взяли и установили. Ну вот представьте себе все вот рабочие договорятся и будут уходить через 6 часов. Что вы сделаете? Ничего не делаете. Ну у нас такого уровня организованности рабочего класса конечно нет. Нету, есть различные профсоюзы, причем эти профсоюзы какое имеет политическое лицо? ФНПР возглавляет ее Шмаков. А его заместителем является товарищ Саев Андрей. Заместителем председателя Федерации профсоюза независимых профсоюзов России. Вот этот Андрей Исаев выступил в Думе с предложениями от фракции Единая Россия по увеличению пенсионного возраста. А почему? А потому что он одновременно является заместителем председателя фракции Единой России. То есть он олицетворение такого приводного ремня от партии Единая Россия к массам, от буржуазной партии к массам. То есть он обеспечивает воздействие этой самой буржуазной партии. Поэтому думать, что вот ФНПР такая могучая профсоюзная организация, мощное профсоюзное объединение будет какие-то действия совершать, которые остановят эту реформу даже наивно просто даже думать, потому что руководители этой федерации в лице заместителя председателя выступают инициатором. То есть ирония судьбы состоит в том, что не Медведев же это предлагал, а предлагал это Исаев. Исаев же выступал от Единой России. Вот. И сегодня вопрос стоит таким образом. С одной стороны 6-часовой рабочий день трудно установить, с другой стороны а и не надо его устанавливать на государственном уровне. Григорий Вячеславович, на государственном уровне вы не можете потребовать ни на одном предприятии вы не можете потребовать установления государством 6-часового рабочего дня. Это не проходит по трудовому возрасту, но вы можете в рамках коллективного договора установить какой угодно рабочий день. Вот у меня был такой интересный момент, я написал письмо президенту с предложениями по вопросу о том, что нужно сделать для повышения темпов экономического роста. Ну и, так сказать, свои предложения, в том числе и по амортизации, и по введению прогрессивного налогообложения, и по поводу составления плана на эти 70%, которые находятся. И другие моменты, и в том числе, и вот этот пункт о 60-часовом рабочем дне, введение 30-часовой рабочей недели. Значит, ну как вы знаете, если отправить письмо президенту, то обязательно ответит кто-нибудь с уровня правительства. Вот мне ответили Министерство промышленности и торговли и выразили со мной солидарность. Мы вот, да, мы примерно так же видим сегодня путь повышения темпов экономического роста. Академию наук туда провели, Академию наук. Мы вот примерно в таком же духе, мы тоже свои предложения вносим. И прислали, причем на одно письмо, прислали три ответа. Из Министерства экономического развития. По всем пунктам не согласны со мной, а по пункту 6-часовом рабочем дне. Так это же это дело вполне регулируется в коллективных договорах. У нас в трудовом кодисе записано, что у нас рабочая неделя до 40, не 40 часов, а до 40. А это значит, что вы можете в коллективном договоре установить себе, хотите 35, хотите 30, хотите 20, хотите 10. Вот у меня это письмо лежит. 10 можете установить. Это дело трудового коллектива. Вот организовывайтесь, боритесь, так сказать, и устанавливайте. Зачем вам куда-то обращаться, правительству, президенту и пожалуйста. То есть, с одной стороны, вроде бы хорошо иметь государственно установленный рабочий день, да, меньше. С другой стороны, как он может быть установлен, если никто его и себе не установил. Вы сначала установите на ряде предприятий, тогда это будет основанием для того, чтобы вводить его в целом в стране. Поэтому это вот, с одной стороны, требование сугубо реальное. Нет, но это требование все-таки, программа единых действий, это не программа для того, чтобы ходить и в Думе это требовать. Это программа для того, чтобы в Барсоюзе сами действовали и сами это устанавливали. Нет никакого запрета для того, чтобы вы установили себе 30-часовую рабочую неделю и 6-часовой рабочий день. Пожалуйста, устанавливайте. Не ухудшайте свои коллективные договора, а улучшайте, и пожалуйста, у вас это будет. Но если вы написали там, что вот увеличить время отдыха, да, можно увеличить время там не столько, а побольше. Ну, точно так же вы можете сократить рабочее время. Никаких ограничений, препятствий юридических для этого нет. Следующий пункт – обеспечение реальных экономических гарантий полной занятости за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест с благоприятными условиями труда. Использование роста производительности труда не для увольнения работников, а для сокращения их рабочего и увеличения свободного времени, развития системы профессиональной подготовки и переподготовки. Вот это очень важный пункт – обеспечение занятости и борьба с безработицей. Значит, что для этого нужно? Создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Слышали такое? Владимир Владимирович написал в одном из указов создание 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Ну, это вот такие указы, это все равно, чтобы повесить вот на деревья, на елочку, повесить какие-то игрушения. Потому что плана нет на государственные предприятия. Концепция социально-экономического развития страны до 1920 года, которую подписал президент Путин, нет, тогда премьер Путин, тогда премьером он был, в 2008 году. Ее благополучно забыли. Сюда приезжал Степашин на День петербургской философии. Ну и я, значит, решил ему задать вопрос. Он рассказывал, как они корректируют там всякие вещи, контролируют, слушают, считают Сергея Степашина, который был в свое время премьером, потом вот он был руководителем этой счетной палаты. Ну, сейчас он фактически такой в тираж вышел. И вот я поднимаю руку и говорю, прошу, дайте мне вопрос, хочу задать. Ну, декан мне так, дескать, Михаилович, только покороче, говорю, хорошо. Вот, говорю, вы тут говорили о том, как вы следите, как контролируете. Ну, вот контролируете вы, как выполняется концепция социально-экономического развития страны, которой так много было написано и которая была, между прочим, подписана председателем правительства Путиным. Вот вы контролируете, что с этой концепцией? Он так сразу улыбался, Степашин, она, говорит, дорабатывается. То есть такой новый способ отношения к прогнозным таким документам и планам. Если, значит, план вообще по идее плана, он должен преобразовывать в действительность. А если дела пошли не так, надо план переделать под эту действительность, и все. И нету этого. Поэтому это получилось, что это вот просто пустышка про эти 25 миллионов рабочих. А там хорошие вещи были, и про рост производительности труда, и про повышение заработной платы, причем в доллар прям было посчитано, чтобы это, опять, не попасть на то, что у нас инфляция все это съест. Ничего этого нет. Поэтому это очень хороший обеспечение реальных экономических гарантий, полный занятости. Гарантии никакими указами не обеспечишь. То есть нужно для этого на самом деле создать эти рабочие места. А мы видим, что наоборот разрушается предприятие, уничтожается предприятие. В Москве на ЗИЛе работало 120 тысяч человек. Где ЗИЛ, нету ЗИЛа. Причем одновременно говорят о роботах, и цех роботов разрезали на кусочки. Роботов в цех разрезали, чтобы убрать этот ЗИЛ. И что сделали? И расчистили место на рынке для иностранных производителей грузовиков. ЗИЛ пользовался успехом, везде его брали, везде его покупали, в том числе пожарные машины, в том числе машины для лесного хозяйства, в том числе поливальные машины и так далее. Все. Или, приведу другой пример. Вот у нас есть КАМАЗ. Он уже, я не знаю, сколько уже, наверное, больше 12 Дакаров выбрал. И даже туда приезжал однажды премьер Медведев и прокатился на грузовике, и там КАМАЗ, до аэродрома. Но спасибо коллективу никто не сказал. Из государственных руководителей никто спасибо не сказал. Как на такая же модифицированная КАМАЗа с иностранными двигателями, в том числе. Ну спасибо, ты можешь сказать, если это наше, если выпускать. Наши выпускать, у нас. Она модифицированная, такая и так далее. Но мы же выиграем. Мне тут товарищи, я был в автомобильном институте в МАМИ. Там сидели ректоры и проректор. Я ему про это дело говорю. Они говорят, ну... Ну, это же там КАМАЗ-то, они же специально подобраны для соревнований. А вы что думаете, из Франции в Францию, если грузовики участвуют, французские, прямо вот в центре Парижа останавливают автомобиль, снимают мешки и сразу в Дакар. Ну, все готовят. Ну, как все готовят, а выигрывают наши? Ну, спасибо. Можно сказать производителям? Не команде, команда хорошая. Это вот товарищ Медведев насчет команды, вот как-то ему мысли пришла. Ну, команда, команда. Но если у вас грузовик не тянет, то значит, вы никак не выиграете. У каждого грузовика есть свой недостаток. Или вам возьмите еще другой пример. Значит, из легковых автомобилей можно считать, что у нас есть только на сегодняшний день, только в Бульяновске автомобиль, УАЗИ. И что там написано? Патриот. Патриот написано на каком языке? Английский. А что это? Патриот какой страны? Это вот из той же самой оперы, вы говорите. Там части делают, здесь. Ну, вот сейчас для оборонной промышленности запретили использовать импортированные какие-то компоненты. Только сейчас. А до этого, а до этого они там и передают, куда летят и куда упадут. Так. Какие есть препятствия для того, чтобы сделать план на ту часть экономики, которая является государственной? То есть 70 процентов. Какие препятствия? Нежелание государства. А? Нежелание государства. Нет, не просто. Откаты брать очень тяжело будет. Сейчас же отдельные финансовые программы на отдельные куски. И с каждой можно себе перекладывать в карман. А если у вас будет единое одеяло, если я потащу за этот свой угол, у вас ноги оголятся. Если вы потащите, у меня ноги оголятся. То есть план – это такой способ, в том числе борьбы с утеканием государственных средств. Ну, это же немыслимо. Вот строят штадион. 9 миллиардов планируют за 40 миллиардов заканчивать. Ну как он, ну как? Это совершенно ясно. А вот давайте вспомним, как у нас сделали новую сцену Мариинского театра. Котлован. Котлован, ничего нет. Уже 2 миллиарда истрачено. 2 миллиарда, лаван только. А что вы делали? Укрепляли стенки. А чем укрепляли? Деньгами, наверное, укрепляли плотно. Все, наверное, перевели в копейки и, так сказать, заложили. И что, встали плотно. Или там, даже если мы возьмем самый, что ни на есть, ну, государственный объект, но еще более государственного просто нет. Космодром Восточный. Ну там деньги просто рекой куда-то утаскивали туда, так сказать. И туда, и туда, и туда, и туда. Высбуждено 20 с лишним уголовных дел. И зарплату не платили рабочим. И товарищ Рогозин завел этих больше 20 уголовных дел в связи с невыплатой зарплаты. А уж деньги государственные, которые ушли, ушли. Там, потому что зарплату не выплатили миллионы, а ушли миллиарды. Или, откуда деньги у полковника Захарченко? Говорят, денег нет. Ну как нет, когда вот человек живет, какой полковник, у него 8 миллиардов рублей. Прямо в баулах лежат на отдельной квартире. У вас нету случайно там? Нету, да? Надо проверить. А-то не интересовались они что-то? Странно так. У полковника Захарченко есть, а вас нет. Ну как вот может такое быть? Это же вопрос не к полковнику Захарченко. Какие дыры надо оставить в экономике, чтобы можно было собрать 8 миллиардов? Или вам известно, что у нас, скажем, довольно широко распространена такая практика, что миллиардеры собирают, владельцы банков, собирают денежки, потом покупают билеты и улетают, а предварительно перечислив денежки куда? За границу. Самый крупный такой транш сделал хозяин банка, отправил 200 миллиардов. Ну понятное дело, что 200 миллиардов не его, а в его распоряжении, потому что он привлекает вклады, вкладчики ему несут, он делает процент нам не 5, а 6, а если надо 7, ему все принесли. У него своего капитала для открытия банка было затрачено, скажем, 150 миллионов, собрал 200 миллиардов. Он им распоряжается, он взял их и отправил по банковской системе электронным образом за границу. Приехал туда, и он владелец. А здесь объявили его в розыск. Это что значит? То есть я на вас смотрю по телевизору, вижу, как там вы ходите. Какой розыск? Все ясно, вы там находитесь. И вас никто не будет выдавать. Вот и все. То есть такая дырявая у вас в этом смысле экономика. Ну ясное дело, если можно ничего не делая, не развивая технический прогресс, получать десятки и сотни миллиардов, то, скажем, те капиталисты даже, которые занимаются развитием экономики, поднятием производства, ростом производительности труда, совершенствием научно-технического прогресса, они довольно дураковатыми такими выглядят. Что вы тут этим занимаетесь? Если это занимаетесь, это ерундой. Да и вот видите люди, как богатели. Тем более откровенно демонстрируется, как можно получить большие деньги, не трудясь. Пример. Вот у нас тут сидит шесть человек. Шесть человек, да? Это много. Мы вот втроем, вот первые тут сидят. Раз, два, три. Делаем такую операцию. Будем концерт организовывать. Это все это производство, о котором мы говорили, это потеря времени и сил. У нас сколько в этом самом стадионе? Шестьдесят тысяч? Ну. Шестьдесят тысяч, да? Ну давайте пригласим артистов на один вечер. Больше не будем пока замахиваться, там видно будет. Один вечер. Шестьдесят тысяч. Ну чтобы их пригласить, ну сколько мы будем обещать? Миллион за вечер. Пообещаем? Конечно. Два. Два? Два. Хорошо, два. Приглашаем. Значит, Пугачеву, Галкина, Кыркорова. Не-не-не, чтобы не хватит. Не надо? Чтобы денег не хватит. Хватит. Чемнота. Как не хватит, сейчас и увидим. Хватит еще и останутся, не волнуйтесь. Мне-то хватит, вам не знаю, сейчас посмотрим. Так? Кто еще, еще кого-то надо? Стаса Михайлова, давайте четыре, давайте пятого кого-нибудь. Шнура. Шнура. Шнура, о, пять. Ну и платим по два миллиона. Пять на два, десять миллионов. Так, хорошо. Вы понимаете, что нам надо вот этот, оплатить, там, уборка, охрана, так, билеты, продажа, та-та-та. Ну, тоже десять миллионов. Да? Нормально? За вечер. Тем, кто там будет это все организовывать. Мы же не пойдем туда вот так вот говорим, что вот мы вам дадим стоп. Мы вам дадим десять миллионов, нам нужно всего на один вечер это делать. Итого двадцать миллионов мы затратили. Почем будем продавать билеты? Опять. Шестьдесят тысяч на пять тысяч. Сколько будет? Триста миллионов. Чего вы там, что вы там со второго ряда говорили, что не хватит? Чего вы говорили? Минус двадцать. Артиста? Ну, добавим вдвое. Пусть будет сорок миллионов. О, проблему нашли. Мы обсуждаем же еще проект. Проект. Сорок миллионов. Сорок миллионов вычитаем. Так? Я и второе, и то, что даем, мы этому умножим. Стадиону. Сорок миллионов вычитаем, оставляем, остается двести шестьдесят. Как справедливо поделить? Чья идея? Моя. Значит, мне сто миллионов, вам по восемьдесят. Ну, че, 80 миллионов нормально же? Придет. Ну, вот. А то, значит, перебирают там докеры, там то-се, там и зарплата, как-то помимо. Вот. И мы видим, что это в широких масштабах идет. Как некий образец жизни. Что такое Собчак? Вот ее движение в кандидаты. Она есть представитель вот этого шоу-бизнеса. То есть, это люди, которые перетягивают ту часть прибавочной стоимости, которая есть у других капиталистов, те отнимают, и те сюда забирают. и даже часть зарплаты у тех рабочих, которые идут на ее концерты. Правильно? Вот что это такое. Так. А в чем смысл, что 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, а сколько у нас всего рабочих там? Смысла тут нет никакого, потому что смысл для красного словца. Потому что тут не сказано, сколько должно быть, сколько, что мы делаем. Просто высоко, что в чистом поле, что ли, высокопроизводительный. Представляете, чистое поле, и вот в нем станки. Первое слово для снялых рабочих, зачем вам 25 высокотехнологичных мест? А мы из Узбекистана приведем людей. А потом будут высокопроизводительные, будут зарплаты большие, будут семьи больше, будут зарплаты больше, и будет тогда и детей больше. Будет больше рабочих. Так получается. А мы будем их переговорить, подготавливать. Мы вообще будем здесь ухудшать положение, а отобсюду везти. Америка же везет отобсюду, и мы будем везти. Так, вот еще один пункт. Ограничение практики заключения срочных трудовых договоров. В чем состоит срочный трудовой договор? Придуман он был, по его первоначальному смыслу, для выполнения таких сезонных работ. Ну, если люди привлекаются на уборки апельсинов, насколько эти апельсины нужно убирать? Ну, месяц, полтора, да? Вот на полтора месяца он. Мы принимаем, поплачиваем достаточно хорошо, чтобы вы там складывали в ящики и отправили эти апельсины. Закончился сезон, все, работа. Или, скажем, уборка клубники и так далее. Сезонный работа. А у нас стали практику применять срочные трудовые договоры. Для чего? Вас нужно уволить. Это целая история, уволить рабочего. Это надо, значит, один выбор, второй. Они, как известно, приходят, ни нарушений нету. А если, значит, начинается, им будешь, так сказать, липовые делать выговора, они в суд пойдут. Тоже народ грамотный. А суды, в общем-то, им не нравится это дело. Суд понимает, что если он будет это вот не блокировать, то, что делают отдельные капиталисты, будет общее отношение отрицательное к государству и к классу капиталистов в целом. Это не надо. Поэтому суды очень часто идут навстречу. А тут, вот, давайте, говорит, вас переведем на срочный трудовоговор. Хорошо, перевели. А теперь подходит конец этого срочного трудового договора. Вас увольняют в связи с течением срока трудового договора. Ничего не надо доказывать, что вы плохой, что вы не то делаете. Все. И уже все. Вы нечего спорить, и ни один суд вас не установит. Поэтому это страшное дело. То есть это страшное дело произвол. Произвол хозяев средств производства и, так сказать, антирабочая такая ситуация. Ну вот мы продолжим это рассмотрение, потому что это те пункты, которые мы сейчас обсуждаем, которые должны бы содержаться во всех коллективных договорах с соответствующими конкретными указателями с учетом этого предприятия. И с учетом того, что всякий коллективный договор можно улучшить. А это источник. И это вот выработано коллективным разумом самых прогрессивных профсоюзников и фонда рабочей академии. Спасибо за внимание. У вас какие-то есть планы на доклад? У меня лично. Планы есть у вас лично? В следующий раз, да? В следующей неделе у нас с вами праздник 5 ноября, посвященный дню празднования борьбы с поляками, который посвящен сдвиганию Октябрьской революции с 7 ноября. А на какие предложенные темы могут быть доклады? По коллективным договорам. По коллективным договорам. Ну вот можете тоже познакомьтесь с этими двумя коллективными договорами. А у меня ваш один коллективный договор остался еще с из-за второго курса и третьего курса. Да, вот он как раз более передовой, чем тот, который новый. А новый висит на сайте Московского отделения Фонда рабочей академии. Можете там посмотреть. И оба они написаны прогрессивные, только не одинаковые прогрессивности. Значит, 5 ноября занятий не будет. Я сегодня поинтересовался у соответствующих служб, потому что у нас бывает так, что там у администрации у нас 6-часовой день, 6-дневка считается у преподавателей, а у них считается 5-дневка, и бывает путаница. Но в данном случае я не поленился, узнал. Так что мы с вами встречаемся через 2 недели. Это будет 5 плюс 7 12-го. Хорошо, счастливо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok